В северском муниципалитете прошел район и выпускной бал. Красивый, торжественный, немного грустный праздник. Для выпускников позади осталась самая беззаботная и веселая школьная пора. В прошлом контрольные шпаргалки любимые учителя. Впереди взрослая жизнь со своими радостями и трудностями. В северском районе много своих традиций. Одна из них – собирать большой выпускной бал на площади перед Афибским Домом культуры. Красиво, легко и еще, пока беззаботно, кружились ребята в музыкальных ритмах. Для них этот танец как точка отсчета последних часов детства. И потом увлечу, как захватится, кружит. Но надежной обморой всегда будет школьная дружба. Далее состоялся торжественный парад выпускников, который проводил ребят, учителей и директоров школ в зал Дома культуры. Вместе с руководителем своего образовательного учреждения ребята шли гордо и красиво. Основные торжества начались с музыкальных и танцевальных подарков всем виновникам и гостям праздника. Лучшие выпускники района собрались вместе, чтобы отпраздновать окончание школы. Медалисты и спортсмены, победители олимпиад и творческих конкурсов. Все они не раз защищали честь школы далеко за пределами Северского района. А совсем скоро ребята представят наш муниципалитет в самых разных уголках страны. С окончанием школы ребят поздравил глава администрации района Адам Джарим. Дорогие мои дети, я хочу пожелать вам счастливой дороги. Я уверен, что каждый из вас уже определился, кем кто хочет стать. Я уверен, что каждый уже выбрал ту дорогу, по которой вы будете идти гордо, смело. Будут взлеты, будут падения, будут неудачи, но ни в коем случае нельзя терять надежду. Нельзя, потому что в вас вложили все, душу и сердце. И учителя, которые сегодня в этом зале, и родители, которые вас сегодня ждут, они будут всегда всю жизнь вместе с вами везти вас по этой дороге, по дороге жизни. Самый главный и волнительный момент вечера – церемония награждения медалистов. По торжественную музыку умники и умницы вышли на сцену. Глава района вручил выпускникам медали за особые успехи в учении. В этом году заслуженную награду получило 54 выпускника. Отметили и ребят, которые набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. В этот вечер со сцены звучали прекрасные песни, а выступления хореографических коллективов срывали бурные овации зала. Тополя 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 Продолжился вечер с зажигательной дискотекой на площади перед Домом культуры. Выпускники еще долго танцевали, веселились, позировали перед фотокамерами, улыбались, принимая поздравления от знакомых и друзей. Выпускной бал прошел ярко, торжественно, и самое главное, он стал настоящим праздником для ребят. На пороге взрослой жизни. В школе номер 44 Станица Северская прошел выпускной бал. Вчерашние школьники принимали напутствие от своих наставников и поздравляли друг друга со вступлением в новый жизненный этап. Дети, вы сегодня стоите на пороге взрослой жизни. И я хочу, чтобы вы с юности, со школьной скамьи вынесли самое-самое лучшее, то, что в вас вложили ваши учителя. Они вас научили быть любознательными, они вас научили быть добрыми, уметь дружить, уметь любить. И вот эти качества, чтобы вы пронесли через всю жизнь. Ну а самое главное, чтобы вы никогда не забывали. Отходы вы роды. Кто ваши были наставники? И тогда у вас все обязательно в жизни получится. Я хотел бы, чтобы каждый из вас, вот ту цель, которую вы поставили, чтобы эта цель была предъявлена. Не стесняйтесь, не бойтесь, дерзайте. Я хотел бы слышать, что у пустяги Северского района самые лучшие и самые индивидуальные. Огромное спасибо, конечно, преподавателям. Огромное спасибо родителям. Я желаю, чтобы наши дети, а это на самом деле наши дети, нашли свою дорогу в жизнь. Счастья вам, дорогие мои. Успехов вам. Пусть все самое лучшее будет у вас в этой жизни. Но никогда не забывайте отчину, никогда не забывайте школу, никогда не забывайте преподавателя. Самым волнительным и долгожданным моментом стала церемония вручения аттестатов и медалей. Под аплодисменты зала ребята поднялись на сцену. Каждый выпускник представил своего одноклассника, кратко рассказав о его способностях и талантах. Ребята поблагодарили своих учителей за все те знания, что они получили в стенах школы. Продолжился праздник концертом. Впереди у каждого выпускника свой собственный путь в жизни, полный новых открытий, достижений, встреч. Он потребует от ребят ответственности и самостоятельности в принятии решения. Но справиться со многими трудностями им помогут добрые советы, которые они получили от своих наставников. 21 июня – особая дата для тех, чья жизнь связана с дрессировкой и воспитанием собак. Уже несколько лет в нашей стране отмечается День кинолога. В Северском районе праздник проходит уже в пятый раз в станице Азовской. Его организатор – эксперт-кинолог Филипп Еда. В мероприятии принимают участие владельцы самых разных пород. В этом году свою преданность хозяевам и мастерство в выполнении команд продемонстрировали около 24 многих друзей. Среди них немецкая и восточно-европейская овчарка, Норвич-Терьер, Доберман, Резеншнаусер, Вельш, Корги, Памброк и другие. На празднике присутствовали заслуженные кинологи из города Краснодара, представители различных кинологических отраслей. Открылся праздник концертом. На мероприятии собаки показали общие нормативы послушания, а также специальные команды, связанные с защитой. Охраняли вещи, задерживали злоумышленников, отменяли атаку, проводили минно-розыскную работу. На празднике свои таланты и способности показали и хозяева. Вместе с питомцами они поучаствовали в веселых конкурсах, ответили на вопросы викторин. Завершился праздник пламенным подарком для всех присутствующих. Собаки продемонстрировали настоящую смелость, исполнив прыжок через огненный обрыч. Кинолог – профессия трудная и опасная, и в то же время благородная. Работая с собакой, человек учится у нее одному из главных качеств, необходимых двуногим – преданности и искренней любви. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. «У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже». Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова